Друзья, всем привет! Вы на канале БитКоган и снова с вами я, Евгений Коган. Сегодня у нас в гостях акционер, основатель и топ-менеджер, можно сказать, это тоже есть, группы Самолет Плюс. Это очень серьезная компания, мы об этом сегодня поговорим. Итак, Дмитрий Волков. Дмитрий, здравствуйте! Евгений, приветствую! Мы с Димой где-то примерно год назад довольно подробно говорили о перспективах рынка недвижимости. Я понимаю, сегодня тема у нас немножко другая, но начать мне бы хотелось, все-таки, чтобы была какая-то преемственность, хотя бы минут пять поговорить о рынке недвижимости, что происходит. Дим, прошло полгода, ну, были у нас такие, значит, эти любители апокалипсисов, которые сказали, что ужас-ужас, недвижимость упадет, все будет плохо, все умрут, и белая простыня в самой большой спросе. Что произошло за эти полгода, и в двух словах, что вы думаете дальше? Тем более у нас 1 июля-то уже прошло, льготные программы отменили. Евгений, я с большим удовольствием несколько раз пересматривал наше интервью в декабре, который в ноябре записывали, где обсуждали, что будет с рынком недвижимости в этом году. Ну, посмотрев, насколько сбываются прогнозы, мой прогноз тогда был, что рынок в объеме снизится в России где-то порядка 30%, что, видим, первое полугодие закончилось, рынок вырос где-то на 7%. То есть это объемы сделок? Да, объемы сделок. Цены выросли на 3-5%, в среднем, опять же, по больнице, по нашей большой, да, российской, а в объеме прибавили где-то 7% в прошлом году, кстати говоря, рекордом в прошлом году. Это не означает, что я был неправ в своем прогнозе. Безусловно, второе полугодие, несмотря на то, что традиционно практически любой год с вами можем взять, второе полугодие всегда это 2 к 1 к 1, плюс-минус. То есть если первый, там, я не знаю, миллиард, то второй 2 миллиарда. Плюс-минус, оно зависит. Только там другие порядки. Да, там другие порядки, да. И уж нет января, нет мая, больше денежной массы начинают циркулить, в том числе, там, зарплаты, какие-то бонусы декабрьские и так далее, и так далее. И с этой точки зрения, несмотря на, там, потенциально больше сезонность во втором полугодии, тем не менее, я вижу, что второе полугодие будет меньше точно, чем второе полугодие прошлого года. И, в первую очередь, конечно, с счет компонента первичной недвижимости, первичка будет в объемах стяжаться. Будет ли это минус 30 в тотал по году, скорее нет, чем да. Если бы нам возможность была бы сейчас пере, так скажем, изменить свой прогноз, я бы сказал бы, что по году это будет минус 15, минус 20 метров. Мы очень много внимания всегда уделяем первичному рынку, хотя доля в структуре продаж первичного рынка, она бы плюс-минус от 20 до 30 процентов. Какие-то годы в России это бы до 40 процентов. Это как раз годы, когда началась там различная поддержка со стороны государства, и просубсидированные программы различные. Но я думаю, что во втором полугодии вторичка может начать отрастать. Причина очень простая. Офер, мы с вами это обсуждали в декабре, офер для клиента, который покупает квартиру в ипотеке на вторичной недвижимости в отсутствии льготы программы первичка, он выровняется с первичкой. И в этом смысле я вижу как раз, что активируется рынок вторички во втором полугодии, потому что люди все равно переезжают, меняются альтернативные сделки. Всегда доминировали на рынке, здесь нет ничего нового. Поэтому, на мой взгляд, второе полугодие для девелоперов будет сложным. Рынок к нему постепенно адаптируется. А с точки зрения в течке, я думаю, что мы увидим даже возможно. Вопрос. Интересно. Интересно и достаточно неожиданно. Посмотрим. Но, по крайней мере, вот этот тезис, что не только объемы сделок упадут, но и цены, пока не выдерживает никакой критики. Мы с вами тоже в прошлый раз обсуждали, я свое мнение не изменил. 20 лет работаю на рынке, и 20 лет я слышу, что вот именно в этом месяце, именно в этом году все обязательно обваливается. Давайте посмотрим на график рублевых цен, там все растет. Про доллары давно пора забыть. До 2014 года это хоть как-то можно было номинировать цены в долларах. Все, но нет никаких долларов. Вдруг есть рубли, рублевые цены растут, будут где они вечно расти. Ну, конечно, уже нет, все равно какие-то циклы должны быть на рынке. Однако, в моем представлении фундаментальных причин, из-за которых цены должны падать, их нет. А почему об этом люди, которые верят в апокалипсис, говорят? Причина очень простая. Вы, как человек, который присутствует в медиапространстве, понимаете, что еще я сейчас скажу, что второе полгодия все рухнет, там я получу больше реакции, больше пересылок и так далее. А если я скажу, что все будет хорошо, мне скажут, что я продажный, как это было после декабря. Да, так и я тоже продажный, продался большевиков. Ну, поэтому это скорее прогнозы от лукавого, и от желания получить какую-то аудиторию, какую-то реакцию, они не обоснованы с точки зрения макрофанга. Даже знаю фамилию этих лукавых. Ну, ладно. Дмитрий, ну а теперь, собственно, давайте мы перейдем к сути нашего, собственно, сегодняшнего разговора. Не секрет, что ваша компания и группа «Самолет плюс» это группа уникальная. Первый раз, когда я ознакомился вообще с тем, что вы делаете, я был в легком шоке. Почему? Потому что, ну как, вот есть одни сервисы, есть другие, есть третьи, четвертые. А вы взяли и вот на некой своей платформе, мы сейчас обсудим все это конкретно, попытались объединить все. Я видел планы вашего развития. Ну, вы редкие нахалы. Честно. И вот я хотел бы понять. Во-первых, вот давайте поговорим вообще об этом бизнесе, как он строится, какие аналоги, потому что я аналогов-то не увидел, честно говоря. Ну и поговорим, в чем, так сказать, основа вашего нахальства. Потому что я поясню, у ребят просто настолько амбициозные планы. Но я думаю, я не буду сейчас спойлерить Дмитрий, он сам, наверное, расскажет. Итак, аналоги вообще компании. Вот что она делает? Я, во-первых, очень, как сказать, с большим пиететом отношусь к вашей оценке, что мы нахалы. Это значит, говорит о том, что мы, возможно, что-то правильное делаем. Спасибо за такую оценку от вас, как от профессионала, в том числе инвестиционного рынка. Это нахало в очень позитивном смысле. Я просто завидую. Да, я понял. Самолет Плюс – это сервис квартирных решений. Собственно, мы и в прошлый раз с вами это обсуждали. От сделки до отделки. Вот с того времени, пока у нас к шести месяцев прошло, с предыдущей нашей встречи, мы продолжаем расти. Отсюда во инохальство. Нам два года. В апреле 2022 года компания была создана. Мажоритарным акционером в этой компании, в Самолет Плюс, выступает ПАО «Самолет». Это публичное акционерное общество в коллекции бизнесов, которого не только Самолет Плюс, но и девелоперские компании. Собственно, основной бизнес для ПАО – это девелопмент. Самолет Плюс – это сервисное решение, которое имеет четыре, на мой взгляд, главных бизнес-тезиса, бизнес-смысла, утверждения. Первое – это платформа, которая позволяет проводить сделки в недвижимости. Это и аренда, и покупка, и продажа, и мебелировка. В принципе, все, что вы хотите. И ремонт, насколько я понимаю. И ремонт, все, что самое страшное по мне. В общем-то, да. В принципе, наша задача сделать так, чтобы в каждой точке России был в каждом районе открыт офис Самолет Плюса, который работает на нашей платформе, в котором клиенты могли купить, продать, провести любую операцию с недвижимостью. Первое – это наличие действующей платформы. Второе – это наличие у компании экспертизы. Экспертизы в целом на рынке недвижимости, и, конечно же, в своем районе. Мы открываемся по районной модели, и наши офисы, они имеют привязку к определенному району, они имеют определенные границы. И с этой точки зрения мы, я лично, адепт модели офлайн и онлайн. Я не верю, что у нас могут легко сейчас, знаете, низковисящие фрукты, как говорят, какие-то оставаться модели в онлайне, в недвижимости, которые дадут такую скорость роста и решат какую-то реально корневую проблему на рынке. Поэтому я верю в модель онлайн с офлайном. Поэтому мы открываем офис, у нас уже 1700, через сервис проходит… Извините, повторите, 1700 за два года. За два года. И это порядка 10% доли рынка, вот по июне это 9,5. Почти каждая десятая сделка в России заключается через сервисы, через сеть Самолет Плюс. И это в этом году объем сделок более триллиона рублей, общий объем совокупный. Компания быстро растет. Есть платформа онлайн с офлайном, верим в офлайн компонент. Я вот очень много раз слышал эти споры, дискуссии, зачем вам офисы. Я говорю, ребят, посмотрите, вот любую технологичную компанию сегодня, в ней есть офлайн бизнес. Просто они это не афишируют. Все же модно говорить, то есть вот IT, IT, IT. Вот, например, в Самолет Плюсе IT-выручка там до 80% доходит. Вот на сегодняшний день времени. Но я стараюсь не использовать в каждом своем слове слово IT. Я говорю про сервисное решение, я говорю про платформенное решение. И с этой точки зрения возьмем Сбер, возьмем Вкусвил, возьмем Дода. Любой бизнес, который мы считаем с вами технологичным и даем соответствующий мультипликатор, в нем есть офлайн компонент. Благодаря даже Яндекс, Такси, Райтех. Слушайте, ну не было бы решения для водителей, для таксопарков, не работали бы они с этой аудиторией, ничего бы не было бы. Да, бизнеса бы этого не существовало. Третий аспект – это облегченная модель ведения и развития бизнеса. Самолет Плюс – это Light Asset модель. Мы не владеем мебельными фабриками, хотя продаем много мебели. Мы не владеем ремонтными бригадами, хотя делаем ремонты. Мы не владеем агентствами недвижимости, хотя ежемесячно заключаем десятки тысяч сделок. Чем мы владеем? Брендом, технологией, людьми и доступом к аудитории. Ну, платформа. Да. И четвертый важный компонент с точки зрения понимания того, что такое сервис Самолет Плюс – это диверсифицированная выручка, состоящая из трех основных вертикалей. Это проведение сделки, это улучшение, что такое улучшение, мебель, ремонт и техника, и декор, которые мы пытаемся и стараемся включить в каждую сделку, которую проводит сеть. И третье – это финансовые услуги, благодаря которым клиент может провести сделку, то есть купить или арендовать квартиру или продать, и включить туда улучшения. Эти три вертикали имеют следующую финансовую логику. Для нас основная задача была и остается – это скорость нашего роста, то есть чтобы как можно больше сделок проводилось через сеть. Мы за это получаем деньги, не по модели классической, риелторской, а это как раз выручка наших партнеров, франчези, которые нам платят в рамках этой вертикали фиксированный платеж за франшизу, которую они взяли. И не нужно вас обманывать. Не нужно нас обманывать, они, более того, вот, ну, мы изучали, я изучал много, до Самолет Плюса я никогда не работал с рынком и с таким понятием, как франшиза. Более того, я когда это слышал, я такой думал, что это такое, то есть как бы как они вообще живут там, да. Но я могу так сказать, изучив Инвитро, Гематез, Доды, все мировые аналоги, в том числе в недвижимости, Ремакс, например, Килли, Уильямс, Эра и так далее, я очень четко понял, что для быстрого роста, для построения понятной IPO, если позволите, компании, нам важно, чтобы все были в одной мотивации. Наши партнеры закрывают сделку франшизи, платят нам фиксированный платеж за пользование технологиями, CRM-система, колл-центр, личные кабинеты, апп, витрины, на которые они выкладывают объекты. В средний платеж около 30 тысяч сейчас за точку, 30 тысяч рублей в месяц. А, всего-то? Всего, это небольшой платеж. Копейки. Да, а моя задача не в том, чтобы он меня обманывал, скрывал эти сделки. Почему? Потому что я в эти сделки включаю улучшения, включаю финансовые услуги. Дима, а география, вот 1700 вы говорите. 343 города. Уже 343 города. Треть России. Тогда, позвольте, я вам задам самый, наверное, сложный в этом деле вопрос. Ну, понимаете, из 10 человек может такое быть, что все замечательные люди. Но из тысячи пару-тройку родов всегда найдутся. Это я очень мягко говорю. Вот приходит к вам какая-то компания, так сказать, уважаемые люди, говорят, все, мы покупаем вашу франшизу. Кстати, а вот купить франшизу, это же не 30 тысяч, это же побольше. Нет, это 500 тысяч сейчас, паушальный взнос. Там есть разные акции, но в целом, да. И вы за это даете там технологии, доступ и все? Обучение, комьюнити, фабрику сделок, то есть юридический модуль, колл-центр, прием звонок, витрина, консьерж-сервис, много сервисов. Так, короче, я пошел в очередь вставать и покупать, я шучу. Так, ну хорошо, а самое главное, вы им говорите, ребята, вот ваш район, вот этот вот. И уже никто не может в этом районе. То есть это, грубо говоря, вот они сказали, хочу 5 районов в Москве, значит, или уже Москва вся выкуплена? Нет, Москва пока не вся выкуплена, что-то остается. В московском регионе, включая область Новомоскву, более 300 офисов. Если говорить про вопрос, связанный с тем, все ли наши франшизи идеальны, дают идеальный сервис, и так далее. Ну, смотри, здесь ситуация простая. В данный момент времени мы достигли такого размера, когда уже можем фильтровать и того, кто будет нашим партнером более жестко, более предметно. И более того, останавливать развитие, то есть если на старте к нам приходили франшизи и могли забронировать иногда несколько районов, и не сразу начинать открытие, из-за этого, собственно, мы теряли возможность сразу начать проводить сделки в этом районе, то есть столкнили за собой, то на сегодня, если у вас открыта одна точка, пока вы не доказали, что вы вышли на окупаемость, пользуетесь всеми нашими сервисами, вы достигли определенного показателя проникновения своей базы объектов, которые вы продаете. Ведь на самом деле в недвижимости все очень просто, ну, если мы говорим про агентский бизнес. Сколько вы объектов продаете, приблизительно столько сделок вы и реализовываете. Поэтому если наш франшизи в районе не успешен, если у него не получается, мы не дадим ему вторую точку открывать. Более того, у нас стали более строгие критерии отбора, мы долго экспериментировали, смотрели, потому что это все происходило в режиме реального времени, чтобы все-таки наши партнеры сегодня были опытные, опытные либо предприниматели, либо опытные команды из недвижимости. Зайти к нам – это, по сути, единственное решение, которое позволяет им быстро начать зарабатывать. Это касается и результативности сделок, потому что наша результативность у наших агентов, она выше, чем в среднем по рынку. То есть мы сегодня стремимся по сети достичь показателя 2,5 сделки на одного активного агента. Я вообще в месяц, я вообще искренне верю, что 4 сделки, туда еще мы дойдем. Чтобы было понимание, на рынке это меньше единицы в месяц. Это прекрасно показать. И я вообще могу так сказать, вот за эту мою мысль, где делился и делюсь, я считаю, что в России риелторов больше, чем нужно. Многие из них закрывают одну сделку в год. Многие из них не соответствуют моему представлению, ну так скажем, тем стандартам, которые в том числе мы хотели бы видеть. И как Самолет Плюс, и как потребители. Потому что мы все с вами покупаем недвижимость, арендуем недвижимость. В России достаточно 80-100 тысяч активных агентов, которые закрывают постоянные сделки. Одна сделка в месяц, ну мы сейчас один раз в квартал считаем, но в целом я считаю, один раз в месяц, и ты активный агент. И ты должен проходить сертификацию, регулирование. Это важная вещь для человека. Удовлетворенность людей услугами Самолет Плюса сегодня, если брать показатели CSI, там близка к 80%. Почему, кстати, такое высокое значение? Это очень хорошо. Хотя, казалось бы, франшиза все-таки сложно управлять стандартами сети, тем более услуга сама по себе сложная, риэлторская. Очень просто ожидание, на самом деле, людей в части вот этой услуги в регионах, они довольно низкие, база низкая. И когда они вдруг видят, что тут профессионалы, они... Ну вот да, мы сейчас с вами сидим в офисе Самолет Плюса, вот вы можете посмотреть, это обычный наш... То есть это не франчайзинг здесь? Ну, смотрите, этот офис принадлежит нам, таких у нас 7 штук. На 1700? На 1700, да. Обалдеть. Но это тот офис, который мы ожидаем, что будет у каждого нашего франчайзи. Как витрина, правильная и с тремя. То есть они абсолютно все стандартные? С точки зрения брендбука, да. Понятно, потолки разные, мы не можем везде найти потолки 3-4 метра, тут даже больше. Витрины, окна тоже не везде есть. К сожалению, в России там не везде, ну, я думаю, по России поездили по разным городам, я тоже, и не везде. Это новостройка, типичный спальный район Москвы, активно строящийся, много новостроек. Ну, вот мы там ходили с вами, смотрели, как это все работает. И с этой точки зрения, партнер, который открывается, у него есть заданные стандарты, сюда приходят клиенты для каких-то обсуждений, они сразу доверяют бренду больше. Подбор осуществляется, кто-то там подписывает какие-то документы. И, конечно, им комфортно оказаться в таком пространстве. Им это нравится, с ними разговаривают совершенно по-другому, нежели чего, если с вами в машине заключал бы риэлтор какую-то сделку и консультировал бы вас. Самолет Плюс имеет стандарты по работе с агентами, соответственно. И один из стандартов является профи на районе. Это когда агент является экспертом данной территории, он знает, какой дом в каком году построен, из чего он сделан, соответственно, кто его застройщик и какие там используются программы. Плюс ко всему он может сориентировать по данной территории, сколько количество школ на территории, какие школы открыты, и какие школы откроются в ближайшее время, ну, просто по инфраструктуре, что имеется еще на территории, что позволит или продать, или купить квартиру быстрее для клиентов. Чтобы не было конкуренции, соответственно, территория поделена, соответственно, между офисами, и мы занимаем территорию данного полуострова. На данном полуострове, соответственно, у нас порядка здесь 20 тысяч жителей находится, и порядком, наверное, 450 объектов недвижимости от собственников. Компания «Самолет Плюс» в данный момент является амбассадором недвижимости. У нас крупная федеральная рекламная компания. Клиенты начали узнавать наш бренд, соответственно, и просто заходят с улицы жители района, чтобы поинтересоваться, какие услуги мы можем параллельно еще предложить. А вот теперь давайте мы с вами немножко поговорим более подробно, уже не про офисы, а реально про ваш бизнес. Вот смотрите, я, допустим, у меня есть, скажем, 10 миллионов рублей. И я решил, допустим, в Москве купить какую-то квартиру. Ставки высокие, мне понятно, что нужна ипотека, ничего приличного за 10 не купишь, и за 20, кстати, тоже. Допустим, я хочу приобрести что-то миллионов за 30. Окей, две спальни, что-то такое, более-менее в человеческом районе, ну, может, за 40, не знаю. Я сейчас оторвался уже от этих цен, вы лучше меня знаете. Так вот, я иду к вам, в офис. Можете позвонить, можете на сайт зайти, заявку ставить. Можете на мельное приложение зайти. Ну да, допустим. Иду и говорю, ребята, вот у меня есть такая сумма, вот мне надо что-то подобрать, значит, чего я от вас жду? Ну, допустим, вторичка, готовая квартира, значит, вы мне дадите квартиру, варианты человека, который мне будет помогать. Ну, я говорю, как вот я, на что рассчитываю? Если эта квартира хорошая, но убитая, значит, снимите с меня головную боль ремонта, заодно предложите мебель, потому что нет у меня времени там бегать. И вот теперь переходим к самому главной, любимой теме нашего ЦБ. Это дадите ипотеку, там, еще миллионов 20, а то и 30. При этом, ну, не по такой злодейской ставке. У нас 1 июля прошло, так сказать, льготная ипотека, доброе утро, но, с другой стороны, платить 20% это переплачивать в 4 конца за квартиру. Ну, если на 20 лет, это катастрофа. То есть, вот я жду от вас полного сервиса. А может быть, еще и сервис создать это все. Поеду я, может, в командировку и скажу, вот вы пока там года 2-3 поздавайте. Вот давайте, как это практически работает? Смотрите, практически работает таким образом. Очень редко человек сидит такой и думает, а не купить ли мне для себя? С инвестиционной точки зрения другой чуть-чуть путь. А вот так вообще просто. Для себя где-то какую-то квартиру. Обычно сценарий выглядит таким образом. Вы, как правило, более или менее понимаете, в каком районе вы хотите купить квартиру. Разумеется. Если мы говорим от модели поиска, потому что есть еще модель от продажи квартир, когда вы хотите продать квартиру. Там другой сценарий, там другой клиентский путь. И что человек начинает делать, когда он хочет в Москве, в регионах чуть по-другому, купить квартиру в каком-то районе? Он заходит в классифайды. В Москве самый... Ну, классифайд доска Бюллини, цифровая. В Москве самый популярный классифайд это ЦИАН, в регионах это Авито. И он начинает там искать квартиру. Что вы думаете? Порядка 10% объявлений в ЦИАНе сегодня это будут объявления от Самолет Плюс. И вы попадаете к какому-то нашему партнеру, франшизе, на тот объект, который вас заинтересовал в том районе, который вам симпатичен. И вас агент Самолет Плюса начинает обрабатывать, начинает с вами работать. Любить. Любить. Он вам показывает те объекты, которые у него есть в этом районе, рассказывает про этот район. И, в принципе, если вы остановились на этом районе, у него есть, собственно, определенная экспертность и чистая база данных, он вам эту сделку в этом районе проведет. Но бывает так, тем более в Москве, Москва большая, Москва там... Трудно вот четко вот эту границу провести. А вот в другом районе. Здесь он может вам показать другой объект на витрине, в другом районе, тоже Самолет Плюса. и передать вас в тот офис. И там вас встретят. Они разделят комиссию каким-то образом. Это другой аспект. И там вас... И там с вами продолжат работу. И там вам будут показывать экспертность в этом конкретном районе, где вы такую экспертность нигде никогда не получите. А вот за счет чего? Потому что этот офис на районе находится. Его задача конкретного офиса собирать эксклюзивную базу, подписывать агентские договоры с собственниками квартиры. Хорошо, но я так понимаю, что еще его сила в дополнительных сервисах. Конечно. В частности, финансовом. Да. Вот давайте об этом поговорим. Вот я дал свой пример. Десятку я могу заплатить. Еще помогите мне, там, не знаю, двадцатку еще взять. На каких-то комфортных условиях, так нас ЦБ не слышит, под десять годовых. Дайте мне какой-нибудь вариант, чтобы это было, может быть, чуть-чуть дольше платить, но под десять годовых. Вот как это сделать? Потому что если он дает и этот сервис одновременно, ну тогда да, тогда это серьезно. Вы знаете, одна из причин, почему я вообще стал заниматься недвижимостью... Извините, я вас перебью. Это как по принципу для всех будет суббота, а для меня четверг. Мы чуть другими принципами руководствуемся. Но они, то есть, смотрите, мы вам можем предложить решение интересное. И ипотечная ставка 22% это... Нет, ну это убийство. Это убийство, это странная вещь. Смотрите, и под эту ставку, конечно, будут покупать, просто изменится структура, там какие-то появятся иные механизмы, но субсидирование ипотеки это очень простая вещь. Приходите к нам в офис, мы благодаря тому, что можем взять перед банком гарантии определенные, по сути для вас выкупаем эту ставку у банка, мы выкупаем эту ставку и перепродаем вам эту ставку. И вы можете в Самолет Плюсе взять сегодня ставку на вторичку 10,5%. Ну, за счет чего? Вы же не благотворите? За счет того, что стоимость квартиры увеличивается. То есть, вы удлиняете срок фактически выплаты или как? Нет, срок выплаты к этому не привязан, сумма становится больше. Значительно? Вы знаете, по-разному, это привязано к ключу, привязано к банку, мы с несколькими банками это делаем, это и ВТБ, и другие банки. Ну, порядок это где-то, если говорить про вторичку сегодня, то есть, порядок это от 10% и выше, я бы так сказал. В зависимости от срока, на который дается субсидирование, то есть, от многих факторов. А на какой срок вы даете? Можно дать хоть на весь срок кредит, до 30 лет, просто это будет дороже. Ну, понятно. Очень интересно. То есть, получается следующее. Вот если мы анализируем, значит, найти объект, разобрать его инвестиционную привлекательность, дать финансирование. Теперь, смотрите, вот самое мерзкое, что может быть на свете, да простят меня строители и ремонтники. Я не знаю, как вы, а я много раз покупал квартиры тоже в Москве, и потом делал эти ремонты и проклинал все на свете, потому что найти, вы говорите, хороший объект сложный, сложнее найти нормального ремонтника. Каждый раз выясняется что-то не то. Тебе обещают полгода, певают полтора года, потом все переделывают, потом проходили. Как вы эту проблему решаете? Ремонт, я сам с этим сталкивался и на личном примере, и много знакомых и друзей, конечно же, это стресс. Стресс для семьи, стресс для человека, стресс для финансов. И для кошелька. На сегодняшний день наша задача сделать так, чтобы в каждой сделке, которая проводится через сеть, была возможность в любом регионе получить сервис ремонта. Пока мы не можем это сделать во всех городах присутствия. Объясню причины. Технически можем, у нас есть платформа для проведения ремонтных работ, куда мы подключаем бригадиров, прорабов, можем дистанционно, определенным образом контролировать ход работы, разбивать смету на определенные спринты. Но в связи с тем, что качество этих бригад, качество этих прорабов оставляет желать лучшего, то для того, чтобы реализовать качественно... У нас, кстати говоря, CSI ремонтных работ сегодня где-то порядка 8 из 10. То есть 80%. Извините, CSI это... Это индекс удовлетворенности клиентов. Я просто... У нас зрители не все понимают. С этой точки зрения для меня важно... Мы начинали, кстати говоря, когда ремонты делать, у нас был индекс 5-6 где-то. То есть это считайте... Представьте, что мы в школе с вами, это значит вот там сколько? 3 с минусом. А вот сейчас это 4. То есть мы даже не отличники пока. Хотя по рынку мы сильно, конечно, выделяемся. Сегодня мы предоставляем услуги ремонта не во всех регионах. То есть это где-то порядка 20 регионов по разным моделям. Где-то это комиссионная модель, где-то это включение непосредственно в сделку. Ремонт – это сложная вещь с точки зрения экзотюшна. Я могу так сказать. Изначально, когда я создавал сервис, идея была хорошо продавать, начали мебель на первичке. И сегодня мы там в объектах самолета почти во всех продаем мебель, ставим мебель, проектируем эту мебель. Не производим, производят фабрики, мы не хотим ими владеть. Но проект ваш. Проект наш, дизайн наш, все наш. И было бы классно продавать ее также на вторичке, и мы это делаем. Но большая часть покупателей на вторичке хотят не просто мебель, а хотят мебель плюс ремонт. И у нас есть несколько моделей. Один из способов продажи ремонтов на сегодня, и я считаю, что этот способ и будет доминировать дальше в модели самолет-плюса. Это готовое решение. То есть, грубо говоря, мы видим большое количество квартир. У нас есть дата. Мы можем понимать, как меняется цена. Мы можем понимать, где недооцененные квартиры. Хотя мы не гонимся здесь недооцененными квартирами. Скорее, наша задача найти те квартиры, в которых есть потенциал к улучшению. Потенциал-то не всегда, кстати говоря, самая дешевая квартира. Не всегда самая убитая квартира. Это может быть вполне среднеэстетическая квартира, в которой есть возможность сделать ремонт, поставить новую мебель, и она будет дороже. Эту квартиру мы находим, и под эту квартиру мы находим флиппера. Так вы поясните, флиппер это кто? Это проектный менеджер, который берет на себя ответственность за выполнение ремонтных работ, закупая у нас материалы. Он может взять у нас бригады. Подрядчик. Он может у нас купить мебель. Флиппер – это квартира, которая находится на его балансе, но которая продается сразу с готовым решением. То есть есть определенная финансовая процедура, когда мы квартиру сначала выкупаем на себя, потом включаем туда мебелировку и ремонт, продаем ее флипперу. Можно в ипотеку, можно за собственные средства, можно вообще с привлечением третьих средств инвестора. Флиппер на этом зарабатывает, делится с нами частью своей прибыли, а клиент, конечный энд-юзер, получает готовое решение. По нашим расчетам рынок, так скажем, пропинтеха в России 29 триллионов, близко к той оценке, которую вы сказали. Это общий объем всех операций, касающихся и купли, продажи, и аренды, и долгосрочной аренды, и ипотеки, ипотечных процентов, и ремонта, и мебелировки – все в совокупности. Безусловно, у нас нет возможности получить все 100% этого рынка в плане денежной массы, да, потому что, понимаете, мы сервисное решение, мы можем претендовать на какой-то процент, да, с этой транзакцией. И, конечно, наша задача сделать тот самый take rate, то есть проникновение вот с общего объема сделок, который мы можем забрать, как можно больше, и он растет. Значит, если говорить про причину нахальства и причину природы, да, то очень простая вещь. Вот компания появилась в 22-м году, мы смотрим показатели 22-го года, долю рынка, общий объем сделок, выручку и так далее, смотрим 23-й год, там рост, смотрим 24-й год, к 23-му полгода уже прошел, там рост 6,5 по выручке и так далее. И с этой точки зрения и по доле причина очень простая – мы быстро росли и продолжаем также расти в 24-м году, предполагая, ну, объективно, потому что нет никаких других причин, что будем продолжать расти и в размере сети, потому что ежемесячно у нас открываются новые офисы, новые офисы, количество агентов увеличивается, количество офисов увеличивается, количество сделок увеличивается. Наша задача сделать так, чтобы увеличилось количество сервисов, а главное – проникновение этих сервисов в наши сделки и увеличилась маржинальность этих сервисов, которые мы, собственно, предлагаем. И вот простой ответ в том, почему растет рентабельность бизнеса, потому что проникновение сервисов растет, на которых мы зарабатываем, маржинальность сервисов тоже постепенно растет. И сам тейкрейт от общего объема сделок, который мы заключаем, продолжает расти. То есть я могу так сказать, к 26 году у нас тейкрейт будет от общего объема сделок, который через сеть пройдет, 0,2-0,3%. Это огромный тейкрейт на том рынке, на котором мы работаем. Потому что объемы сделок у нас сегодня измеряются в триллионе, а будут измеряться в триллионах, просто исходя из той модели роста, которую мы имеем. Ну вот какую выручку, уже реальную выручку вашу, то есть не общий объем сделок, а вот ваш доход, вы планируете, ну например, вот тогда, когда я слышал, вы планируете такое хорошее, реальное, нормальное такое IPO. Насколько понимаю, вы планируете где-то его делать в 26 году. Вот какая у вас тогда запланирована выручка? В 26 году мы по модели ожидаем выручку порядка 30-35 миллиардов, и ввиду порядка 10-12 миллиардов. В 22 году, когда мы создавали бизнес, сразу хотели его сделать IPO, под это выстраивался периметр, под это выстраивалось корпоративное управление. Ну и все эти, собственно, необходимые, мы сразу, например, делаем МЦФО, и за 22-23 год он у нас есть. И будем продолжать делать, собственно, у нас есть совет директоров, там есть независимый директор, и количество независимых будет расти. То есть делаем все профессионально. Понимаем, как готовиться к публичности, что это и ответственность, и затраты, и ресурсы, и понимание того, что ты должен соответствовать определенным требованиям, да, и быть прозрачным. Поэтому к 26 году ожидаем вот такие показатели, если про долю, кстати, говорить, рынка, это порядка 35%, мы ожидаем в 26 году сделать в России, будет проходить через сервис AMOLED+. Вы считаете, что рост маржинальности бизнеса практически по сравнению с сегодняшним днем где-то в 2,5 раза, ну где-то так, я смотрел ваши планы, то есть это нормально, а как же конкуренты? Они спят и сдают вам территорию? Ну, вы знаете, там, в росте нашей рентабельности виноваты не конкуренты, а это наша заслуга, в том числе, ну, потому что я объяснил, проникновение растет, сервисов маржинальность растет, а затраты снижаются, потому что вот у меня как работает там 400, там, 50, там, плюс-минус человек, так они и будут работать, вне зависимости от объемов бизнеса. Разработку я уже сделал или доделываю, и мне не нужно будет инвестировать там в R&D, в какой-то там Discovery, там, в заново разработку каких-то продуктов, да, то есть в этом и есть модель сервиса. Поэтому возникает рост, условно говоря, рентабельности и роста и крейта, это первый пункт. Второй пункт, касающийся конкурентов, смотрите, какая история. В России сегодня нет реальных аналогов с точки зрения бизнес-модели продукта и того, что мы предлагаем в первую очередь клиенту в полной мере. Безусловно, в каждой из сегментов нижние мы работаем, в мебели или в ремонте, или в аренде, или в продаже недвижимости, в технологиях продажи недвижимости. Есть какие-то нишевые игроки, которые там давно сидят, по 10, по 15 лет. Кстати говоря, знаете, вот тоже про давно сидят, сейчас вспомнил, просто вот буквально вчера получили свежие данные по узнаваемости нашего бренда за второй квартал. То есть есть независимое агентство, оно проводит каждый квартал исследования, в том числе в области недвижимости. И у нас сегодня наведенное знание в России, в России в среднем, составляет 30% за два года. И оно год в году выросло в два раза. Это сумасшедшие показатели, рост тоже отличный. Это я как медийщик просто. И я могу сказать, это без каких-то инвестиций в маркетинг, ну я даже не буду говорить наши бюджеты, но они очень скромные. Почему? Потому что районный офис, районный маркетинг, дешевый, кстати говоря, и сразу узнаваемость растет. То есть сразу растет. Да, топ-офф-майнд, конечно же, не 30%, он там порядка 5%. Ну, собственно, наведенное знание это уже хорошо. Ты уже где-то слышал, у тебя уже начала работать какая-то ассоциация. Ну, чтобы просто было понимание, если взять каких-то нишевых игроков, которых можно условно в этих нишах назвать нашими конкурентами. Например, берем там, не знаю, какой-нибудь классифайт, домклик, например, да, или там циан. Да, у них эти цифры выше. Да, у них эти цифры выше, но там разница где-то в два раза, если говорить про наведенное знание. А где-то то и меньше, а кого-то мы уже обогнали. Подождите, но они разве дают весь комплекс сервиса? Нет, это же цифры, это доски, да. А, ну да, тогда это другой калинкор. Слушайте, ну вот вы сейчас интересно говорите, вы именно платформа, то, что сегодня, собственно, и ценится. Что такое, в конце концов, Амазон? Это только платформа, больше ничего. Так вот, вопрос, но мы живем сейчас в другой реальности. Это искусственный интеллект. А вот как искусственный интеллект и вы, насколько вы его много используете? Конечно же, у нас есть дата-сиентисты, и мы работаем по разным областям и используем методы машинного обучения искусственного интеллекта. Например, у нас есть бот, который позволяет агенту прийти в квартиру, сделать фотографии, и тут же в моменте показать клиенту, как мы можем здесь сделать ремонт. Ого, то есть это искусственный интеллект уже делает? Да, я могу показать, да. И более того, там, ну, следующие доработки, это сделать так, чтобы в этом боте мы сразу видели себестоимость, и сразу тому же самому флипперу, если там появляется флиппер, как один из элементов для того, чтобы дойти до аньюзера, собственно, маржинальность этого проекта, себестоимость, какой потенциал есть по доходам, исходя из, опять же, даты. Вот это, кстати говоря, момент очень интересный, я много раз слышал от разных крупных компаний, в особенности от компаний такого экосистемного толка, там, телеком и так далее. Мы, значит, новая дата, значит, нефть новая, вот все это такое, да. Я вот, ну, понимаю, что, конечно же, догнать, там, банки, телекомы, соцсети в плане понимания профиля клиента, ну, вот из тех, кто работает в недвижимости, довольно сложно. Там, ну, там всю жизнь человека знают все эти, там, карты, там, телефоны, звонки, сайт, все. Но у нас есть очень интересный аспект даты, которого нет ни у кого, и он постоянно набирается. Мы лучше всех понимаем, что за недвижимость в этом районе, в этом доме, в этом подъезде, в этом городе находится. В плане ее характеристик, у нас там более 100 характеристик по каждой карточке объекта. Сколько она стоила? Реальная цена, Росреестр эту цену не знает. Я вам открою секрет, 30% сделок в Росреестре, это сделки с не той ценой, которая, на самом деле, в договоре была. Черт. Вот. Это, не знаю, почему происходит, но вот оно есть. Это не мой вопрос, а вот. Загадка, однако. Ну, мы здесь не исключение, все все понимают, да, я думаю. А у нас есть реальная цена, потому что вся рынка это есть, зарплата выплачивается агентам и так далее, благодаря этому в том числе. То есть, понимаете, мы видим реальную цену, мы понимаем, что за подъезд, какая там активность, сколько объектов экспозиции, какой возраст и так далее, и так далее у этого дома, у этого района. И обладаем большим количеством даты, связанным с ликвидностью этого объекта и так далее, и так далее. И вот с этой точки зрения мы пока не понимаем, как монетизировать в полной мере эту дату, но здесь, безусловно, будем использовать и искусственный интеллект, и другие модели. Слушайте, а вот интересный момент, а вот такой сервис будете давать, к примеру, вот я покупаю квартиру, через вас, не через вас, и вот думаем, какой-то ремонт. Прийти к вам, а вы скажете, слушай, вот это рационально, вот это нерационально, туда поставь такую мебель, это там добавит тебе в Илью, а больше вот все, что ты сделаешь, все это кошки под хвост. Будете давать такую сервис? У нас уже есть этот сервис, у нас есть дочерняя компания Рерунс, да, мы владеем там контрольным пакетом, как раз они это делают, у них 5000 дизайнеров в базе, в онлайне, во всей России. А, я-то пофантазировал, это реально, я инвестор, мне кажется, это очень интересно, правда, нет, правда по-человечески интересно, но когда я покупаю или вхожу в какое-то там IPO, компанию, мне интересна не только методика бизнеса, там, планы развития, а я всегда смотрю, кто это делать будет, они смогут или они не смогут, сдюжат или не сдюжат, это очень важно. Особенно ведь у вас сервисный бизнес, платформенный, сервисный, значит, вы должны быть на шаг впереди, на шаг креативнее, поэтому мой вопрос-то в качестве команды. Ну, вы лидер, понятно, вы менеджер, действительно, себя доказали, но люди-то, их же, ну, они же все разные. Вот вы подбираете как, по себе? Тут же должна быть какая-то очень яркая команда, чтобы она реализовала те совершенно невероятные амбициозные планы. Я давно по себе не подбираю, это вообще ошибка менеджерская. Команда Самолет Плюсы сегодня это команда, которую я подбирал очень осознанно. Во-первых, это люди из разных сфер, потому что мы строим сервис, аналогов которого в России нет. То есть, вот никакого аналога вообще? Есть аналоги в Китае, есть аналоги в Индии, похожие. В Китае это компания Бейки, в Индии это компания Square Yards, мы их изучали и в 19-м, и в прошлом году. То есть, в общем, я про Бейки могу много рассказывать. Не суть. То есть, у нас свой путь, он отличается, но где-то что-то можно в пересечении найти. Но это самый близкий продуктовый и смысловой аналог. Значит, да, и поэтому я старался сделать так, чтобы команда была из разных сфер. Генеральный директор Самолета Плюси это один из самых успешных топ-менеджеров в области проптеха России. Человек, который, по сути, создал дом клик Саша Попов. Отсюда часть команды из дом клика. Но при этом есть люди из Авито, есть люди из Циана, есть люди из Яндекса, из Райтех, из Яндекс.Недвижимости. Почему нужна эта коллекция брендов? Не потому что я коллекционер брендов, а потому что задача очень сложная. У кого-то, допустим, у Яндекса, у них отлично получается продукт. Ну, по крайней мере, из тех продуктов, которые выстреливают. Они перфекционисты продукта. Абсолютно. То, что они делают, это всегда заслуживает. Ну, это великая компания в России. Вот это реальный great company. И с этой точки зрения нам интересны те люди, кто обладает таким виженом. Кто обладает такой способностью. СПО, СТО, продукты и так далее. Есть компании, условно говоря, у которых хорошо получаются какие-то другие аспекты. И мы стараемся оттуда взять эту экспертизу. Например, наш финансовый директор из Северстали. Вот, да, из Северстали. Почему мне это важно? Потому что я лично считаю, что финансовый директор здесь должно быть, как говорится, меньше вижена слов, а больше дело системы управления четкости и формирования, так скажем, value protection, да, то есть защиты ценности, да, нежели чем стремление. Дальше. У нас в команде есть люди, мы их тоже подбирали, которые никогда не работали в какой-то компании, корпорации, группе. Работали только на себя, были фаундерами, бизнесами, сами себе платили зарплату, делали экзиты, успешные, неуспешные, не только в России. И такие предприниматели у нас здесь, которые поверили нам, мне, зашли и там, например, драйвят тему ремонта. Дим, а давайте так, вот мы все время говорим, 26-й год, план, 26-й год. Нет, я понимаю, это правильно, мы в 24-м, смотреть на 2 года вперед, а давайте пофантазируем. Окей. Я не буду говорить 27-й год, я скажу 30-й год. Какую вы видите компанию? Ну, вот пройдет, я не знаю, там, сколько, 5 лет? Не через 2, а через 5, через 6. Какая она, эта компания ваша? Вы знаете, для меня, вот, Самолет Плюс, это все-таки, ну, какая-то личная история, в том числе, да, которая, там, воплотила многие мои мечты, планы, миссию, желание, там, действительно, сделать что-то интересное на рынке. И я, может быть, вот, скажу то, что вам не понравится как инвестору, вот, я бы хотел, что в 30-м году эта компания, она, безусловно, должна быть прибыльной, с большими долей рынка, все это, конечно, здорово. Но я хочу, чтобы эта компания нравилась людям, чтобы у нее были амбассадоры, чтобы, чтобы люди, вопрос не в этих НПС-ах, ССА-ах, это все, ну, там, математика, которая мне позволяет просто понять, что мы делаем так, что не так. Вопрос в том, что реально люди получали от этого пользу, чтобы рекомендовали не потому, что никого другого нет, и мы единственные, кто осмелились, сделали, а потому, что это, правда, классный сервис, чтобы наши партнеры франшизы покупали у нас франшизу и платили нам эту фиксированную подписку за пользование сервисами, не потому, что аналогов нет. Нет, потому что выгодно. Потому что им это выгодно, потому что они получают больше денег, потому что им комфортно, потому что им интересно, потому что мы совпадаем с ними по ценностям, что мы создаем, понимаете, когда я часто слышу негативные высказывания про риэлторов, что они не создают ценность, а всего лишь сидят на арбитраже, с кем-то кого-то познакомился, с фото в стиле. Но это люди не понимают. Я вот хотел бы, чтобы вот этот аспект поменялся, чтобы профессия риэлтора была уважаемой, чтобы создавалась ценность, чтобы вот… Я, знаете, когда… Я много в своей жизни квартир продал, сдал в аренду, и торговых центров, и заводов, и чего только не было у меня в опыте. Я всегда хотел с этими клиентами построить долгие отношения. Не всегда это получалось. Кто-то там, ну, не получал вот… Ну, потому что я не могу же предсказать, как рынок будет меняться, и многие аспекты. Мне хотелось, чтобы с этими людьми установились какие-то долгие отношения, долгосрочные. Чтобы я попал в их выбор, чтобы я подобрал правильный объект. Чтобы… Вот у меня есть высказывание, мне оно очень нравится, что пространство определяет благополучие человека. Офисное пространство, где мы с вами работаем, где мы с вами покупки осуществляем. Ну, и, конечно, где мы с вами живем, кушаем, спим, детей растим, детей создаем. Вот. И это очень важно. И я вот хотел, чтобы в 30-м году эта компания была вот в первую очередь про это. Чтобы у нее было много акционеров, чтобы у нее был большой фрифлоу. Чтобы эти акционеры не только там, как сейчас, дивиденды, дивиденды… А их платить будете? Ну, я считаю, что после 26-го года, когда для нас станет выгодно распределять дивиденды, а не полностью их инвестировать в рост. Ну, понимаете, при таком росте какие дивиденды. Ну, то есть. Но, да, к 30-м году они очевидно должны быть. Но я бы видел что-то такое. Мне вот это нравится. А финансовые показатели… Ну, слушайте, там у нас есть финмодель до 2030-го года. Там все очень хорошо. Но надо дожить до этого времени. Ну, я понял. Ну, давайте тогда в завершение все-таки на секунду вернемся к нашим реалиям. Собственно, с чего мы и начали. Рынок сейчас несколько замедляется. Мне многие говорят, что, слушай, не лезь сейчас вот в девелопинг, не лезь сейчас в это, у девелоперов проблемы. Вы не девелоперы. И вы не классические риэлторы. Вы эта платформа совершенно новая, уникальная. Действительно, мне это нравится. Но замедление рынка, уменьшение количества сделок – это ведь для вас негатив или нет? На мой взгляд, нет. Да ладно. А как? Нет. Все очень просто. Мы работаем на транзакции, мы работаем на сервисе, мы работаем на услугах. Это первое. Второе – мы растем. Ну, так меньше услуг будет. Да, но мы растем быстрее. Ну, то есть, понимаете, в чем вещь? Рынок может и будет сужаться. Это соответствует тому прогнозу, который мы с вами и вначале обсуждали, и полгода назад. Но мое присутствие на рынке растет. И в относительном эквиваленте, и в абсолютном. Почему? Потому что у меня появляется все больше и больше менеджеров, ну, то есть агентов, все больше и больше офисов. И благодаря этому я делаю все больше сделок и занимаю все большую долю. К нам стали приходить девелоперы, а у нас их на платформе, там, 130. Стали говорить, а как сделать так, чтобы вы нас стали продавать больше? Ну, тут побаиваемся, боимся, планы продажи. В том числе этих самолет также рассуждает. Может быть, вам платить больше? Я говорю, ну, в первую очередь, вы платите платформе за пользование платформой, возможностью попасть вот на экспозицию к 15 тысячам стандартизированных менеджеров по всей России. Ну, представьте, сколько денег он потратит, чтобы дотянуться в 343 города с вашей рекламой, да, как девелопер. Тут раз, и у тебя есть это возможность. Но так основные деньги, конечно, получают франчези у нас от того, что нам платят девелоперы. Потому что транзакция комиссионная через нас проходит от девелоперов. И они готовы платить больше. Я не хочу ни с кого ничего требовать, я не хочу наживаться на чужих проблемах. Но я понимаю несколько вещей. Девелоперы, скорее всего, станут платить больше. Это первое. Чтобы получить лиды и сделки. Причем даже не лиды, а сделки. Второй аспект. Маленькие агентства, агентства, которые сильно привязаны к первичной недвижимости, будут испытывать проблемы в их бизнесе. Им, конечно, захочется уйти либо под наш золотик, либо вообще закрыться. Потому что, ну, так или иначе. У нас есть федеральная рекламная компания, у нас есть узнаваемость. Нашим офисам проще набирать агентов. Вообще в риелторском бизнесе нанять агента – это важнее, чем сделать все, что нет агента, нет бизнеса. А когда у тебя есть бренд, HR-бренд, когда у тебя есть какая-то культура, у тебя есть, ну, в общем-то, пространство, в котором приятно находиться и работать, а не просто какой-то подвал, тебе проще брать людей. Поэтому в этой части к нам у нас в последнее время вообще приходят в основном опытные агентства. То есть у нас 70% новых фричизи, которые в этом году пришли, это уже действующее агентство недвижимости, то, что мы с вами тоже обсуждали. Это опытные ребята с опытной командой, мотивированные. Да, там есть какие-то аспекты, которые нужно там изменить, пользоваться технологиями. Но сужение рынка приведет девелоперам больше платить, скорее всего. Маленькие агентства будут либо закрываться, либо переходить к нам под зонтик, это мы уже на самом деле частично видим, чтобы опять же получить большую результативность из-за количества сделок на одного агента в месяц, из-за возможности зарабатывать вместе с нами на тех сервисах, которыми мы реализуем, а с ними делимся комиссией. И с этой части я вижу, что это очень простой смысл, это контрцикл. То есть когда ты работаешь не вместе с рынком, а когда ты двигаешься, условно говоря, с определенным шифтом от этого. И у всех сервисов на самом деле, как правило, в кризисные моменты выручка растет. Знаете, свои первые деньги, только не поверите, ну вот нормальные деньги, я заработал в 98-м году. Так, это к слову, я вас понимаю очень хорошо. Дим, я хочу пожелать вам удачи, мне нравятся ваши амбиции, и это не нахальство, я пошутил насчет нахальства, я считаю, что это продуманный действительно план, и мне нравится ваш подход к команде, потому что это тот бизнес, который делают люди, и все зависит от людей. Так что удачи вам. Евгений, большое спасибо, получил истинное удовольствие общаясь с вами. Взаимно, честно.